Уже третий день подряд в разных городах Ирана идут протесты. Участники выкрикивают антиправительственные лозунги, направленные против лидера страны Али Хаминеи. За высказывания о его свержении и смерти протестующих могут арестовать, посадить в тюрьму и даже приговорить к смертной казни. Однако, все это не останавливает тех, кто вышел против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. В ходе акции протеста погибли три человека. Также есть сообщение о более чем 20 раненых. Протесты начались после смерти 22-летней девушки Масхи Аминии, жительница западной иранской провинции Курдистан, впала в кому через несколько часов после того, как 13 сентября в Тегеране полиция нравов задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба. Свидетели обвинили полицейских в избиении девушки. Ситуация в Иране сейчас действительно напряженная. Особенно в таких регионах, как Тегеран, Исфахан, Иранский Курдистан и Ширас. Мы наблюдаем волну протестов сразу в нескольких регионах страны. Помимо гибели Аминии, которая вывела на улицу в том числе и мужчин, протесты связаны еще со слухами о здоровье верховного лидера Али Хамнии. Также это связано с провалом в переговорах по иранской ядерной сделке. Люди требуют уважать их права, требуют смягчения законов. Я думаю, что в скором времени власти Ирана пойдут навстречу демонстрантам. И протесты прекратятся. Хотя сейчас мы видим много раненых и погибших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова